Уважаемые друзья, моя лекция, как вы поняли, будет посвящена гончарному производству у населения диковской культуры. И речь пойдет, собственно, о производстве, о традициях производства глиняной бытовой посуды у диковцев. Ну, может быть, немножко я расскажу о грузиках дикого типа. Значит, как вы поняли из лекции предыдущего докладчика, диковская культура существовала очень длительный промежуток времени, примерно полторы тысячи лет. И, собственно, я буду рассказывать о ранней керамике диковцев, то есть о керамике ранней диковской, классической диковской культуры, которая существовала в первом тысячелетии до нашей эры, примерно с 7 века до нашей эры, по рубеж 2-1 до нашей эры. Как вы знаете, керамика на поселениях диковских и вообще в археологии является самой массовой категорией находок. И несмотря на ее такой непривлекательный, казалось бы, вид, это очень ценный источник для историков-археологов, для реконструкции культурных процессов древности. То есть именно по керамике археологи могут устанавливать культурную принадлежность памятников, устанавливать связи между памятниками, определять относительную датировку. Ну, ранее диковская керамика обладает очень специфическим внешним обликом. То есть она покрыта так называемыми текстильными или сетчатыми отпечатками. Вот. Я не знаю, хорошо ли видно на экране. Вот здесь представлены горшки с разных городиш диковской культуры с текстильными отпечатками. Значит, это очень мелкие оттиски по всей поверхности посуды, которые отдаленно напоминают отпечатки тканей или сетей, откуда и название. Ну, забегая вперед, я скажу, что никакого отношения к тканям или сетям эти отпечатки не имеют. Но термин старый, еще до революции он использовался в литературе, и поэтому нет особенных причин его как-то менять. Хотя предлагались и другие названия для этой керамики. Там ложно-сетчатая, псевдо-текстильная и так далее, и тому подобное. Ну, хотела сказать, что текстильная керамика, она диковская, она не является чем-то таким уникальным и присущим только этой культурой. Значит, текстильная керамика была распространена по миру очень и очень широко. Ну, например, в России известна, такая керамика известна не только на территории Европейской России, но и в Западной Сибири, и в Южной Сибири, и в Забайкалье, и в Якутии, и на Чукотке, и на Дальнем Востоке. Тут вы видите вот несколько горшков из Китая, сосуд ума-яхтакской культуры – это Якутия. Вот этот вот горшок – это современное африканское гончарство. Посередине – это Венгрия, культура Хаттлан, эпохи бронзы. Америка – культура Антилопа, Крик. В общем, такая керамика очень и очень широко была распространена по миру. То есть, вот прием рельефного декорирования керамики, он является таким очень универсальным стилистическим приемом, широко востребованным в разные эпохи и в разные культуры. Ну, диковская культура входила в обширную область распространения текстильной керамики в эпоху бронзы и раннего железного века. Вот вы видите на карте территория обширная от Прибалтики до территории Среднего Поволжья и от Среднего Паочья на юге примерно до Карелии на севере. И традиционно считается, что на этой территории проживали древние финно-угры. Значит, текстильные отпечатки на дейковской керамике очень разнообразны. Вот здесь на слайде вы видите разные варианты, разные типы отпечатков. Они могут быть похожи на оттиски, тонкие такие дуговидные оттиски, похожие на оттиск ногтя. Они могут быть такими в виде широкого овала или под прямоугольника, быть похожи на уголок, на запятую, на отпечаток ниточки. Могут быть в виде бороздок. То есть очень-очень большое такое разнообразие. И было бы неверным говорить о том, что только текстильная керамика была на дейковских городищах. Дейковцы изготавливали керамику с гладкой поверхностью. Причем очень интересно, что соотношение этих двух видов керамики на синхронных памятниках может очень сильно варьировать. Что касается ассортимента посуды дейковской, то ассортимент был не очень разнообразный. В основном это сосуды-горшки разных форм, от миниатюрных до достаточно крупных, высотой примерно до 30-40 см. И пропорции сосудов говорят о том, что существовал не такой стандарт для возготовления керамики дейковской. Условно говоря, такие сосуды средних размеров, которые можно считать горшковидными, и более приземистые, немного похожие на миски, горшкомиски их можно назвать, или горшковидные миски. Вот на этом слайде вы видите такой нехитрый дейковский сервиз, если можно так назвать. Немножко небольшой экскурс в историю. Значит, текстильная керамика и текстильные отпечатки на керамике, они изучаются уже очень давно, еще до революции. Вот вы видите, выдающийся российский археолог Василий Алексеевич Городцов выпустил в 1901 году такой солидный труд под названием «Русская доисторическая керамика». И в нем, собственно, определенное внимание, большое внимание он уделил и керамике с текстильными отпечатками. Ну, он впервые высказал предположение, как и каким образом эти отиски могли наноситься на поверхность. Значит, он полагал, что все эти отпечатки являются орнаментами, и что они нанесены всяческими такими мягкими предметами текстильного производства. Таких он выделил семь. Там вот рот нити, рот веревочки, рот перевитой веревочки, сети, рогожи, ткани. Ну, всего семь. Вот. Это была только первая версия Василия Алексеевича. Впоследствии он высказывал еще ряд версий. Например, он считал, что к поверхности только что изготовленного сосуда многократно прикладывалась длинная нить, которую держали в обеих руках. И от этого многократного приложения нити вот образовывались такие отпечатки характерные. Или другая версия, более замысловатая. Он полагал, что вокруг сырого еще только сосуда специально сплеталась такая сеточка, которая могла растягиваться. Вот. И эта сеточка впоследствии расплеталась или просто снималась с горшка. Вообще-то говоря, вот никто, кроме Василия Алексеевича Городцова, не высказал в науке столько разных мнений по поводу того, как отпечатки наносились. Вот только он. И последняя такая версия Городцова, наиболее распространенная, о том, что эти горшки изготавливались в текстильных мешках. Откуда взялась такая вот интересная идея? Эту мысль Городцов высказал где-то в начале 20-х годов. В это время он преподавал на керамическом факультете в Хутемасе. Вы знаете, в Москве было такое образовательное известное учреждение. Всероссийские технические мастерские. И вполне возможно, что в процессе такого практического наблюдения за работой с глиной у Городцова могла подобная идея возникнуть. Известно, что студенты, которые учились у него, участвовали в небольших экспериментах, которые Василий Алексеевич ставил. С другой стороны, доподлинно известно, что Городцов слушал лекции по этнографии незадолго до революции, которые читала Вера Николаевна Харузина в Московском археологическом институте. С большим интересом он посещал эти лекции. В частности, там особое внимание было уделено гончарным традициям у разных народов мира. В частности, речь шла об изготовлении сосудов в неких емкостях. Вероятно, из этих источников родилась такая идея Городцова об изготовлении в мешках этих самых текстильных горшков. Эта версия очень продержалась долго в науке. Во многом, наверное, благодаря такому научному авторитету Василия Алексеевича известно, что при его жизни высказывались и другие мнения, которые, на мой взгляд, более приближены к истине. Василий Алексеевич дискутировал с этими учеными, но конкурировать, конечно, с Городцовым они не могли. И вот эта версия так долго просуществовала. Ну и надо сказать, что новый этап, что ли в понимании способа нанесения текстильных отпечатков связан с трудами Александра Афанасьевича Бобринского, который работал в Институте археологии Академии наук, занимался историей древнего гончарства. Ну, основным объектом изучения Бобринского была как раз гончарная технология. Он рассматривал технологическую информацию как полноценный источник для реконструкции культурных взаимодействий в древности. Он создал систему изучения древней керамики. Вот, собственно, и благодаря его трудам стало понятно, все-таки, с какого края, с какого конца подступить к изучению этих текстильных отпечатков на поверхности, которые, в общем-то, и оставались такими довольно загадочными. Вот, и я расскажу, что вот мне удалось выяснить, изучая диковскую технологию диковской керамики. Но прежде вот скажу о том, что любое гончарное производство, независимо от культуры, от хронологических рамок, состоит из последовательных таких 10 ступеней, которые вот на экране, не знаю, видите вы их или нет. Ну, и в отношении диковской керамики, конечно, не все эти 10 ступеней изучены достаточно полно, но расскажу о том, что есть. Значит, какую глину использовали диковцы, их требования к глинистому сырью не были достаточно жесткими. Вот, изучение керамики разных диковских памятников показало, что в основном использовалось такое малопластичное глинистое сырье, то есть с большим содержанием песка естественного. Спектр естественных примесей в глине говорит о том, что какого-то одного глинища не было. Скорее всего, использовались разные места добычи глины вблизи городища. И это очень хорошо с данными этнографии соотносится, поскольку известно, что разные гончары или группы гончаров, которые объединены родственными связями, используют свои места добычи глины. Что касается специальных добавок в глину, они обязательно были, и это в основном была дресва. Дресва, вы знаете, наверное, это дробленный камень. В основном это гранитно-гнейсовые породы, которые здесь в изобилии встречаются в Москворечье. Могли эти породы камня специально подготавливать для дробления, многократно их нагревая и резко остужая. Также могли, конечно же, использоваться и уже выветрилые породы, которые так легко дробились, не обязательно подготавливая их специально. Дресва не сортировалась, добавлялась в глину прямо так, в концентрации примерно 1 к 4. Это значит, одна часть дресвы и 4 части глины. В результате такого вот довольно большого количества примесей минеральных глиний, естественных и искусственных, поверхность сосудов выглядела довольно грубой, шершавой. Была установлена такая интересная вещь, что дьяковцы могли как-то регулировать пластичность самой формовочной массы. То есть, что это значит? Чем более пластичную глину они использовали, тем большее количество дресвы туда добавляли. И наоборот, чем глина менее пластичная, тем меньше дресвы туда добавлялось. То есть, был некий такой эмпирический стандарт у них. Конструирование. Как совершалось конструирование дьяковской посуды? Оно было, конечно, осуществлялось с помощью гончарного круга, путем скульптурной лепки на плоскости, начиная с донной части, постепенно стенки наращивались отдельными порциями глины. Когда сосуд был уже готов, приступали к нанесению этих текстильных отпечатков на поверхность. Какая задача ставилась при изучении текстильных отпечатков? Первый вопрос, который возникает, это то, каким образом эти отпечатки наносились, с помощью каких приемов. И если отвлечься от дьяковской керамики, посмотреть на данные этнографии, можно понять, что не так много способов существует, которыми можно осуществить нанесение этих отпечатков. Это действительно конструирование внутри каких-то рельефных емкостей. То есть, когда внутренний рельеф емкости отпечатывается на внешней поверхности изготавливанного сосуда. Или какая-то рельефная прокладка между формой и сосудом отпечатывается на поверхности. Это один вариант. Дальше это может быть выбивание поверхности рельефной колотушкой. Дальше это может быть прокатывание поверхности рельефным штампом. И еще такой способ штампования поверхности, когда вся поверхность заштамповывается каким-то фигурным штампом. Какой же способ? Кстати, на этой иллюстрации вы видите интересные способы получения текстильных отпечатков. Тут в центре показана современная африканская гончарица, которая прокатывает сосуд рельефным штампом. Это республика Мали. Затем маленькая фотография. Это потомственная гончарица племени Чироки. Она выбивает рельефной колотушкой поверхность сосуда. Известно, что в Северной Америке есть очень много этнографических колотушек. И с гладкой поверхностью, и с рельефной поверхностью. Некоторые из них здесь на рисунке вы видите. И еще один такой очень интересный способ получения отпечатков. Тоже он здесь на картинке представлен. Когда сосуд выбивается изнутри, он помещен в такую небольшую ямку, которая выслана циновкой плетеной. И в результате вот этого выбивания изнутри циновка отпечатывается на поверхности горшка. Какие были рабочие версии насчет дейковской керамики? Две рабочие версии – это выбивание и прокатывание. Остальные отвергли сразу, поскольку следы на дейковской керамике явно не соответствовали этим способам конструирования в емкости. Выбивание и прокатывание, различить их зачастую бывает очень сложно. Особенно если мы имеем дело с такими инструментами, которые очень похожи друг с другом. Например, это лопаточка, обернутая нитью для выбивания. И какой-то стержень, обернутый веревочкой для прокатывания. Собственно, для того, чтобы различить вот эти вот следы, проводился такой тросологический анализ следов, тщательный. В общем-то, это настоящая керамическая тросология. Выделялись следы разных групп, такие как, например, общая, относящиеся к общей геометрии отпечатков. Как они расположены на поверхности сосуда, их наклон, их плотность, их, допустим, зональность и так далее. Следующий комплекс признаков характеризовал то, как отпечатки соотносятся друг с другом. Как они перекрывают друг друга, как деформируют друг друга и так далее. Следующий комплекс признаков касался просто размерных характеристик отпечатков. Наконец, это микроследы внутри мелких вот этих элементов оттисков. В результате эти вот признаки анализировались, выделялись более-менее значимые. И в результате все-таки оказалось, что можно различить прокатывание в обивании. Оказалось, что диковские отпечатки на диковской керамике все сделаны в результате прокатывания какими-то рельефными штампами. Ну, если способ нанесения отпечатков известен, то мы можем уже делать предположения об инструментах. Какие это могли быть инструменты. Значит, конечно, были версии об использовании каких-то естественных предметов естественного происхождения. И рассматривались вот еловые шишки, но целые следы, которые оставляют целые еловые шишки, они совершенно не были похожи на те, которые мы видим на диковской керамике. Но когда удалось понять, что в природе существуют не только целые еловые шишки, но и шишки с частично удаленными чешуями, то тут все стало на свои места. Вот вы видите на экране такие огрызки, настоящие огрызки шишек. Известно, что многие животные добывают таким образом себе прокорм, семена. То есть это мышевидные грызуны и белки. И они способны очень ровно и аккуратно обгрызать вот эту вот еловую шишку, оставляя такой ровный огрызок. Он может вполне использоваться вот как орнаментир для прокатывания. С другой стороны, такие же елово-шишечные инструменты могут быть изготовлены человеком специально. И вот вы видите такие фигурки здесь маховиков. Они из экспозиции русского музея. Это существовал такой народный промысел в конце 19 века в Вятской губернии. И руки этих фигурок как раз сделаны из этих шишек, у которых частично удалены чешуи. Они, очевидно, вручную, специально, каким-то образом, либо в виде обрезки, либо чего-то еще. И экспериментально было доказано, что как раз вот эти вот оттиски этих инструментов оставляют следы, похожие на те, которые мы видим в диковской керамике. Причем не просто похожие, а сходные в деталях. Вот снизу вы видите экспериментальный сосуд и настоящие диковские фрагменты керамики. И видно, что вот так называемый розеточный орнамент, который часто встречается, он оставлен как раз торцом вот елово-шишечного такого инструмента. И вот то разнообразие, морфологическое разнообразие отпечатков на диковской керамике, которое нам известно в рамках вот этой вот морфологической группы, оно как раз очень хорошо объясняется вот этими елово-шишечными инструментами. Ведь понятно, что шишки могут быть большими и маленькими, там, толстыми и тонкими. Они могут быть зелеными, незрелыми и созревшими, такими очень твердыми и задубелыми. Будут, например, еще одно интересное свойство шишек – смыкать чешуи при высокой влажности и расправлять их в сухом состоянии. Все эти следы будут отличаться друг от друга, будут отличаться следы даже разные шишки, объеденные по-разному грызунами, там, близко к стержню, далеко от стержня и так далее. Шишки, изготовленные человеком и обгрызанные животными. Все это дает вот такой огромный спектр разнообразия таких отпечатков. Надо сказать, что вот эти вот инструменты елово-шишечные, скорее всего, использовались не очень долго. И от длительного использования они, естественно, могли деформироваться, могли обламываться чешуйки. То есть для пополнения вот этого нехитрого инструментария, конечно, нужно было близкое соседство еловых деревьев, чтобы этот ассортимент обновлять. Вот, и, конечно, такое простое наблюдение, оно ставит серьезный вопрос, насколько вот эта вот территория распространения текстильной керамики отражает территорию распространения финских народов, а не ареал распространения ели. Вот, ну, значит, есть, конечно, и другие орнаментиры, которые удалось реконструировать помимо этих. Вот здесь, на этой иллюстрации вы видите еще несколько вариантов реконструкции инструментов, которые могли использоваться диковцами. Это так называемые ниточные отпечатки и борощатые отпечатки. Ниточные похожи на оттиски разнообразных веревочек. И опять в рамках вот этой морфологической группы мы видим большое разнообразие оттисков, и ассортимент вот этих инструментов, которые здесь представлены, он как-то объясняет вот это многообразие. Поскольку ниточки могли использоваться, во-первых, разной толщины, во-вторых, наматываться могли на основу по-разному. Плотно, неплотно, упорядочно, неупорядочно, основа могла быть твердой, могла быть мягкой. Все это давало вот спектр разнообразия. Кроме того, использовались как нити, то есть нить как результат придения, а также использовались веревочки как результат перевивания нескольких нитей, двух или нескольких. Вот и борощатые отпечатки здесь представлены. Они получены таким же способом прокатывания, только на стержень наматывались не свитые какие-то нити, а, например, кусочки кожи или кусочки коры, луба и так далее. В результате чего отпечатки напоминали вот такие вот бороздки с неровными краями. Ну, собственно, вот, наверное, это все, что я хотела о керамике сказать. Теперь грузики дикого типа. Немножко о них я расскажу. В основном, да, это внешняя поверхность, но есть отпечатки изнутри. Например, известно, когда донышко орнаментировано и снаружи, и внутри. Или венчик с внутренней стороны тонкой такой полосочкой орнаментирован изнутри. Вот. Ну, кстати, сказать, что такое, вот, для чего наносились эти отпечатки. Была высказана когда-то такая точка зрения о том, что это чисто функциональный такой прием. Когда наносились отпечатки, то площадь поверхности сосуда сильно увеличивалась, и те микротрещины, которые обязательно находились в керамике, они не оказывали того вредного воздействия при сушке и обжиге. То есть сосуд был более прочным. Но такой функциональный подход, он, по-моему, никаких оснований не имеет, поскольку дьяковцы прекрасно умели изготавливать и гладкостенные сосуды, которые у них прекрасно обжигались, и сушились, не растрескиваясь. Вот. Это рельефное декорирование, и это просто традиционный такой прием, конечно. Конечно, орнаментом это не назовешь, потому что все-таки орнаментация – это упорядоченное, такое регулярное повторение одного элемента, чего здесь нет. Скорее всего, и обработкой поверхности это тоже не назовешь, потому что здесь не происходит заглаживание поверхности, а наоборот она становится рельефной. В общем, это некое такое промежуточное состояние, наверное, между обработкой поверхности и орнаментацией. Вот это вот рельефное декорирование. Грузики дьякова типа все-таки. Это, наверное, всем известная такая категория предметов. Все знают, как они выглядят, и здесь вы видели их, наверное, неоднократно. Значит, зачастую их называют загадочными, потому что часто поверхность грузиков покрыта точками, насечками и так далее, которые скорее похожи на некие знаки, чем на орнамент. Вот. Недавно в Музее археологии Москвы проходила такая выставка, очень интересная, концептуально, на мой взгляд, о дьяковской культуре. И там были представлены все научные версии, когда-либо высказанные в научной литературе, о том, как грузики могли использоваться. Вот. Я просто зачитаю, я, наверное, так не вспомню. Всего таких версий девять. Их вот можно перечислить. Грузик мог использоваться как приспособление для горизонтального ткацкого стана. Некоторые из этих версий вы увидите на экране. Второе. Грузик – приспособление для изготовления плетеного текстиля. Третье. Приспособление для плетения жгутов и шнуров. Четвертое. Это пряслица. Обычное грузик на вертяно. Пятое. Он мог представлять собой вместилище души умершего. Шестое. Это предмет с элементами письменности. Седьмое. Составная часть светильника. Восьмое. Он являлся деталями подвесного календаря. И девятое. Использовался в качестве детских игрушек. Вот. И в Музее археологии Москвы проводился такой очень интересный эксперимент, когда посетители могли голосовать за понравившиеся версии. Вот. И не только. Они могли высказывать и свои версии использования грузиков. И сотрудники Музея археологии Москвы насчитали еще таких версий приблизительно 30. Вот. Одна из них очень интересная. Высказано такое предположение, что грузик – это некий паспорт дьяковца, где зашифрована такая индивидуальная информация, откуда человек родом, каково его семейное положение и так далее и тому подобное. Конечно, такие версии нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Впрочем, так же, как и версию о календаре. Но, к счастью, единственной зацепкой, которая все-таки есть, это следы на поверхности грузиков. Известно, что внутри канала грузиков существуют часто такие потертости, которые, скорее всего, оставлены нитями. И, конечно же, ближе к истине те версии, которые учитывают вот эти вот следы. То есть это то, что грузик, скорее всего, являлся пряслицем или неким таким приспособлением для плетения жгутов. К сожалению, эксперименты в полной мере по использованию в таком вот ключе грузиков не проводились. Почему в полной мере? Потому что как бы сам принцип действительно подтвержден экспериментально. Те, кто предлагали такие варианты, они таким образом плели шнуры, предположим, и так далее. Но для того, чтобы получить следы потертости, нужно очень долгое время использовать эти вот предметы. И мне кажется, вот как раз для реконструкторов это хорошая, интересная задача. Попробовать поэксплуатировать подольше эти предметы, чтобы посмотреть, получить вот эти вот следы, которые на грузиках остаются. Ну, собственно, спасибо за внимание. Ну, сначала я буду готовить такие ленты, заготовки для лент. Хотя досконально технология конструирования не так хорошо изучена, но это, скажем, такие предварительные наблюдения. А что здесь еще разница между конструированием и гончарным кругом наладимого? Ну, на гончарном круге сосуд вытягивается, или он может, допустим, подправляться. Ну, а скульптурная лепка из отдельных порций глины. Вот и все. Какая раньше возникла? Раньше примитивнее, конечно, скульптурная лепка. Сейчас я делаю донышко. Очень часто на дьяковских сосудах орнаментировано донышко, причем с двух сторон, внутри и снаружи. Ну, это делалось, наверное, как-то так. Вот нашу волю рыбня, да? Какие-то шишки не очень подходящие. Начин. У тебя сколько печень? Все, это все осталось. Пакетик, но мы шли как-то. Вот я его не знаю остатки. А вот эта технология, которую вы сейчас отражаете, она как-то отражается на реальном моменте? Как ее учили? Ну, вы понимаете, я сразу сказала, что это предварительные наблюдения такие, но они есть, и они в изломах керамики видны следы соединения отдельных конструктивных элементов. И по вот этим изломам, по следам направления формовочной массы можно каким-то образом реконструировать технологию. А никакой томографии не делали? Ну, можно делать, но пока мы не научились это делать. Это очень сложный прием. Первые такие попытки действительно сделать томографию пока и рентген пытались, но ничего не видно, к сожалению. А у нас вот сейчас куза плита, она на сколько соответствует аутентичным составом, по смеси? Она довольно-таки пластичная. Диковские составы как бы более грубые. Более грубые, больше там всяких примесей. Слишком хорошие. Слишком хорошие. Слишком хорошие. Вот эти вот отпечатки, они остаются внутри и здесь. Внутри. И вот они сохраняются. Ну, следы пальцев есть, но они ничего не дают. По ним ничего, к сожалению, ничего не скажешь. Видно, что это выдавливание пальцами, в общем-то и все. А вот, допустим, следы соединения, они могут быть видны. Часто горшки распадаются как раз именно по этим швам. И вот эти вот швы, они часто бывают видны. Сами лепили, сами. Специ... Нет. Скорее всего, нет. Это доремесленное производство домашнее. Какую-нибудь щепочку. Она расправится будет. Ооооо. Сколько вообще такие горшки получаются? Что получается? Я слово забыл. Объемом? Нет. С двух сторон одинаковые. А, симметричными. Очень даже несимметричные бывают. Бывают с одной стороны выше, с другой ниже. Бывают очень кривые, косые, неровные. А что покрашено? Нет. Никакой. А вот эта неровность на обжиг как-то влияет? Нет. Нет. Ну, из-за того, что очень много было примесей в горшке, вот дресла, песок, все это сгладживало вот этот вот термический шок при обжиге. Они довольно стойкие были все-таки. То есть, не зависит от того, где стенки разные? Ну, да. Стенки могли быть. Такая специальная, да? Самая обычная. Самая обычная, да? Суглинки. Суглинки, да? Да и сматкает современный керамогранит. Да. Это даже не глина, это суглинки. Нет, он похож на глину. Ну, это глина хорошая. Прям глина, глина. Это прям глина, глина. Желательно глину брать, прям классичную, хорошую глину. Наоборот. Желательно плохую брать глину. Для лепки, да? Смотри, для чего, чтобы... А при обжиге влажность имеет какой-то? Конечно, горшок высохнуть сначала должен, а потом только... А температура какая? Ну, какая бывает в костре температура? Очень разная. Может быть, 1000 градусов, а может быть, там, 500 градусов. Так, чтобы не лопнуть, да, горшок? Ну, а может, может, лопнуть, конечно. Ну, как-то умели они обжигать, чтобы все-таки... Это хорошая оптика, а не меньше 800 градусов. Да. Да. Наверное, дождик сейчас собирается. Ой, вы этот внутрь укладываете? Ну, это внутрь, да. Ну, это повлияет, повлияет... Наверное, ничего сложного нет. Конечно. Да. 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 У меня просто щепки нет. Хотелось бы какую-то щепку иметь, но нет ее под рукой. Чем-то заглаживать поверхность нужно. Можно, конечно, и пальцами. Вот. Спасибо. А уже говорили, лопатками выбивали. Это для крупных сосудов? Ну, можно и такие тоже выбивать лопаткой. Ну, чтобы они, горшки поровнее становились. Ну, внутри, что у нас внутри? Пока вот, что у нас внутри. Внутри тоже надо все загладить. Сейчас посмотрим. Может, подойдет. Вот. Вот. Плохо у меня там получается. Ну, ладно. Ну, в принципе, вот это совершенно диковская форма. Таких горшков полно. Ну, мы его сделаем чуть повыше. А сколько обычно вообще составляет частей на вот этих лопатках? Ну, ай, я не знаю. Вот. Не знаю. Не могу сказать. А вы такие горшки сделали реально? В смысле вот, не по этим заложили, в том числе, приходили и реконструировали? Обжигали, потом пользовались? Имеет какие-то эксперименты, наверное? Ну, обжигать обжигала, ну, не просто. Вот там есть горшочек. Можете, Виталий, вот мой горшочек показать, вот который я принесла. Ну, вот обожженный в костре. Какие еще были сферы в применении у тебя горшков? Вот помимо посудов, какого они роль играли? Урны. Неизвестно, только горшки. Известно, что фрагментами сосудов, видимо, точили там что-то. Потому что есть, использовали как абразивы, обломки. Ну, хорошо видно. Тоже рельефная выбивалка. Так, просто держи, вот, 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 держи. Видите? Нет, не просто держи. Так вести. Просто поднимай, где мило вон, в райге. Так, не, а вот там стоило. Вот, смотри, вот. ну его сначала обжечь надо прям сразу можно пользоваться как остынет до 15 минут нет вообще оставляют кострище остывать когда все кострище допустим остынет там не знаю несколько часов но она такая нехитрая технология конечно ну текстильные отпечатки и дадьяковцев существовала текстильная керамика в бронзовом веке какая-то преемственность была не знаю на что он похож я не так часто леплю горшки поэтому может быть он не такой красивый пока получается но они гораздо чаще лепили конечно чем 1 это однозначно обязательно добавляли что-то традиция такая была добавлять блин дресс обязательно можно венчик немножечко отогнуть кстати понимаете гончарное производство она по родственным каналам передавалось естественно как гончара научили делать так и он и делает керамику насколько это эстетично было не эстетично не знаю какая традиция ну все вот и вот я сделала горшок и вот эти отпечатки внутри они так и сохраняются и тут теперь и возьмем шишку будем будем орнаментировать вот и вот этой вот эта верхушка и будет такой орнамент вот направление немножко с наклоном всегда так диковских горшках есть конечно направление вот не как бы слева направо справа налево но может быть это связано с тем что были левши но в основном вот такое ну вот как то так есть некоторые пустые места это не возбраняется такое сколько угодно известно а иногда очень часто даже не иногда вот часто вот здесь вот под торцу венчика есть отпечатки ну и орнаментировать будем тоже шишкой до орнамент такие вот нехитрые городки ну вот как то так теперь он будет сохнуть несколько дней желательно он посохнет в тенечке а потом его можно будет обжигать у как что я делала я прокатывала вот этой вот шишкой поверхностью поверхности орнаментировала кончиком шишки вот все и донышкой было в самом начале орнаментирована вот и получите вот обожженные ну он такой же в общем по такому же принципу только донышко у него не орнаментированно все